Контроль и безопасность в Крыму по поручению главы республики проверяют работу общественного транспорта. Инспекторы профильного министерства вышли в рейды во всех городах. Выявили почти 70 нарушений. О результатах работы в городе Саки расскажет Диана Даева. Пенсионерка Анфиса Малькова часто пользуется общественным транспортом. Есть право на льготный проезд. Удостоверение предъявлять не стесняется. Сейчас культура вроде стала лучше у водителей. Когда вот сейчас поставили это в виде камеры, стало лучше. А то, когда это, конечно, они негодовали на пенсионеров. Все время высказывали, вот ездите, да, а так сейчас нормально, мне кажется. С недопониманием со стороны пассажиров нередко сталкивался за 20 лет работы и белял Мехмед. В конфликтных ситуациях руководствуется главным правилом – сохранять спокойствие и до последнего соблюдать культуру общения. Понимает, что обслуживание влияет на качество перевозок. Пока справляемся, вот как будет летом, когда будет большой поток народу. Пока вроде нормально. Но мы сначала, вот с первого числа, с января работаем, потихонечку приучили, вежливо, конечно, народ, чтобы входили в переднюю дверь, выходили в заднюю. И это получается. В САКах это первая такая инспекция представителей Минтранса Крыма в этом году. Проверяют документы водителей технику. Обращают внимание и на валидаторы, внедрение которых сегодня ведется по всему полуострову. Уже во всем городском транспорте установлена система бесконтактной оплаты проезда. Но работать она начнет только с 1 июня. Ее главными преимуществами станет правильная фиксация пассажиропотока, а также наличие электронного билета, который потерять практически невозможно. При посадке в автобус обязательно берите билеты на проезд. Это ваша гарантия, это ваша страховка. В рейды по Крыму выходят сразу 25 рабочих групп. Все нарушения фиксируют в специальных таблицах для детального анализа и принятия в дальнейшем правильных решений. Мониторинги работы общественного транспорта связаны с проверкой, соблюдением автомобильными перевозчиками расписания движения, схем движения. Также соответствие количества транспортного средства на лидии, предусмотренного разрешительными документами. Кроме того, особое внимание уделяется работе общественного транспорта в вечернее время. Усиленный контроль ведется только две недели, но уже принес результат. Проверено 200 автобусов. В 68 случаях зафиксированы нарушения.